Высокая конкурента с дольностью и выполненностью реализации новых проектов. Такую в основу огучше у старшиня Комитета Держконтроля Украины Леонид Анфимов после ознайомления с деятельностью предприемства «Светлогорск Химволокно» и с перспективами его развития. С подробностями Евгения Кухаронак. «Светлогорск Химволокно» – предприемство с 55-годовым стажем работы. Его ведусь далеко за межами Беларуси, продукция экспортуется больше, чем у 40 краин света. Заставаться за потребованием у своих гандлевых партнеров, а разом с тем не стоять на месте и находить новые рынки, дозволяя периодичная модернизация предприемства. Без того, что дает прибыль и дает имидж предприятию, а это и есть модернизация, предприятие не может существовать вообще. В этом году мы ввели две установки, которые позволили нам расширить наш ассортимент. Это сушильно-ширенная машина, которая дала нам возможность выпускать новое трикотажное полотно. Калифирное с заданными свойствами. И ввели практически удвоили мощность производства нетканых материалов с Панбел, строительного назначения. А пошню установку ввели в эксплуатацию в минулом месяце. Ее могутность – 10 тысяч тонн нетканых материалов в год. С реализации этого инвестпроекта тут чекают, что годовый прирост выручки у померы 18 миллионов 800 тысяч долларов. С их чистого прибытка – 1 миллион. Данный этот нетканый материал, значит, он технического назначения, используется в строительстве, значит, как защита кровли, значит, покрытие под кровли, значит, также стеновые панели, элементы строительного назначения, плитах используется. Процесс модернизации, конечно, закранул и иншие вытворчие зоны. Есть распроцовцы – оригинальный проект, який немае аналогов в Украине. Партнером у его реализации станет Светлогорский целлюлозно-кардонный комбинат. Это будет дальнейшая перепроцовка целлюлозы у нетканые материалы – протирочные, теплоизолюючие, композиционные. Светлогорское химволокно успешно развивается. Я не буду сегодня говорить о стратегии, о его развитии, стратегических перспективах, которые намечены руководством предприятия, наверное, еще рано, но есть хорошие задумки, хорошие наработки, реализация которых позволит ему удерживать конкурентноспособные позиции среди предприятий аналогичного профиля не только в Европе, но и в Китае. Оттуда нас конкуренция поддавливает, и ему сложно довольно с ними конкурировать, потому что там ценовой фактор, прежде всего, играет определяющую роль. Но, видите, он держится хорошо на рынках. У протяг рабочей поездки старшиня комитета Держконтроль у Беларуси наведал Светлогорский целлюлозно-кордонный комбинат. Леонид Анфимов, ознайомый все с ходом проведения пуска наладочных работ. Предприемство нарушает могутности, перепорцовывает дровнину, чем допомогает в выращении проблемы лесного комплекса Украины. Сыровина состоится в Беларуси, с ее отремливается продукция с большей добавленной вартостью, и экспорт ведется на выгодных для нас умовах. Вижу, что все идет в заданном режиме. Но единственное сожалению, которое я должен высказать, что надо было нам его давно уже запускать в режиме пуска наладки. Где-то уже два года назад, я думаю, что мы смогли бы, и выполнив поручение президента по срокам ввода в эксплуатацию этого завода, выйти уже на проектные мощности и экспортировать продукцию. Она, в принципе, вся практически экспортоориентированная, экспортировать продукцию в те страны, где она востребована на сегодняшний день. Он уже даже в режиме пуска наладки продал 50 тысяч тонн целлюлозы, и причем по очень хорошей цене. Евгений Кухаронок, Игорь Марышенко, Телерадио компания «Гомель» со Светлогорска.